Если вы мечтаете видеть Тауэр за окном, в восторге от британской культуры и хотите в ней жить, вы попали куда нужно. В этом видео я расскажу о пяти способах иммиграции в Великобританию. Усаживайтесь поудобнее и слушайте внимательно, чтобы узнать, какой из способов подходит именно вам. На нашем канале есть видео о получении визы по каждому из способов иммиграции, поэтому обязательно посмотрите их. Все ссылки оставлю в описании к видео. Способ первый – иммиграция через работу. Этот способ подразумевает, что вы найдете или уже нашли работодателя, который готов пригласить вас на работу и подписать с вами контракт. Важно понимать, что вы должны быть высококвалифицированным специалистом, то есть этот вариант не подойдет вам, если вы планируете работать, например, няней. Чтобы соответствовать критериям отбора, вы должны иметь высшее образование и, конечно же, знать английский язык, а для этого нужно будет сдать тест IELTS. Также ваш работодатель должен быть аккредитирован и вы должны получать минимальный для Великобритании годовой доход – это 25600 фунтов. Но, кстати, на практике, если вы едете работать менеджером или инженером, это не будет для вас проблемой. Способ второй – бизнес-иммиграция. Этот способ подойдет тем, кто планирует открыть свою компанию на территории Англии и имеет минимум 200 тысяч фунтов для ее развития. При этом вам нужно будет подтвердить наличие указанных денежных средств и объяснить источник их получения. Для эмиграции через бизнес вам нужно будет составить бизнес-план, в котором вы детально опишите идею своего бизнеса, как вы планируете его развивать, чем он отличается от других существующих компаний в Британии и, конечно же, сколько рабочих мест вы планируете создать и как этот бизнес будет полезен для государства. Для получения визы и в этом случае вам нужно будет подтвердить владение иностранным языком. Третий способ – это инвесторская виза. Эта виза подразумевает наличие 2 миллионов фунтов, которые вы планируете инвестировать именно на территории Великобритании. Этот способ дает вам возможность получить постоянный вид на жительство в Британии уже через 2 года, в то время как для бизнеса и рабочей эмиграции нужно будет прожить на территории Великобритании минимум 5 лет. Четвертый способ – семейная эмиграция. Этот вариант подойдет тем, кто хочет воссоединиться с партнером, гражданином или гражданкой Великобритании, с которым вы находитесь в отношениях. Для эмиграции нужно будет подтвердить, что вы находитесь в официальных отношениях, например, предоставить свидетельство о браке, но иногда только свидетельства недостаточно, особенно если вы расписались совсем недавно. В таких ситуациях нужно предоставить все возможные документы, подтверждающие длительность ваших отношений. Например, совместные поездки, фотографии, подарки, подтверждение денежных переводов друг к другу. Так как эта виза разрешает вам жить и работать в Британии, вам нужно будет также сдать тест IELTS. Также от вас потребуется доказать, что ваш партнер в Британии имеет возможность обеспечивать вас, а значит зарабатывает минимум 18 600 фунтов в год. Поэтому, если ваш партнер, например, студент, этот вариант эмиграции вам не подойдет. И пятый способ эмиграции в Великобританию – студенческая виза. Этот вариант не позволит вам по окончании обучения получить вид на жительство, но позволит вам получить хорошее образование и позже переквалифицироваться в одну из ранее описанных мной категорий виз. Для получения студенческой визы вам нужно найти учебное заведение, которое примет вас на учебу, оплатить это обучение и подтвердить наличие денежных средств на собственные расходы на период обучения или минимум на год. Любой из этих способов позволит вам осуществить свою мечту и переехать жить в Великобританию. Перед подачей на визу обязательно внимательно читайте все инструкции и ответственно относитесь к подготовке документов. Ведь любая ошибка может привести к тому, что путь в Великобританию будет для вас закрыт. Если вы не знаете, какой из способов подойдет вам или не разобрались, как и какие документы нужно будет подготовить, я рекомендую обратиться к иммиграционному юристу, который ответит на все ваши вопросы и поможет определить самый подходящий для вашей ситуации вариант иммиграции в Англию. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях и я отвечу на них. Делитесь своими историями иммиграции в Великобританию. Какой путь иммиграции выбрали именно вы? Сколько это заняло у вас времени? И оправдал ли переезд ваши ожидания? Эта информация будет очень полезна для тех, кто только планирует свою иммиграцию. И, конечно же, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать новую информацию о визах и иммиграции в Британию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!